Хейо-га, с вами Ишимки, мы продолжаем проводить ирупы на своем Ghostbusters. Так, мы вернулись в отель, старый в отеле, и как я понял, нас ждет история про... Вдову, черную вдову-убийцу. Берегись! Что-то... Паутиник. Ай, где слабое место? Гуманит... Так. Гуманоидные паутиники могут использовать пси-энергию для изменения своей внешности. Придавая лицу ужасное выражение, которое может заставить слабых духом бежать. Поскольку паутиники застарили между двумя мирами и их перемещением между призрачным миром и миром живых, происходит очень быстро. Лишь бы не оказаться в этом месте. Круто. Паутиник. Т collecting. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok I don't think we're alone Вау, какая мистика Да, мы здесь, я помню это дело Мы здесь с поваром дрались Первые враги были, кажется, рыбки Вру Не рыбки Дальше Дальше Полный бедлан Это случай Нет, Векман, я тогда не способен Тут принеслась какая-то покрупнее Покрупнее То есть Крупнее Венкомана? Вполне возможно намного крупнее Похоже на черга какого-то Покрупнее Дальше Дальше Заставление Дальше Смотри так я же потушил не так приятеля вы не хотите вместе со мной сюда пойти ребят пожалуйста войти вместе со мной я один туда не хочу идти гляньте-ка кадет нашел проход ищите включать или еще похоже чтобы запустить его отлично но все же на полу много воды выше у нас только глупый что полезет в воду на все-таки бывает так если не как не реагирует значится нормально музыка для я бы не встал вместе воду я бы предложил то же самое похоже что вся проблема в том вытяни его из воды пока не вытащил смотрите я джакузи я джакузи это факт я в джакузи я хочу словно я в джакузи это факт я так уже могу выйти и лучше парень если сработали если что пойдем это важно отправлюсь в пахнет вон там пошли осторожней кто это у нас призрак повара слабое место про протонный луч чтобы избежать сценического образа известный французский шеф-повар отравил десерт приготовленный для критика к сожалению он не очень хорошо спрятала траву и следующей же ночью она случайно попала в обед для персонала вызвав их ужасную и болезненную смерть после закупки и доставки в отель сэндвич современного духовно кухонного оборудования призраки шеф-повара и его посмертные подчиненных сожалению последовали за ним это новый какой-то шеф дефор фест слабое место протонный луч шеф-повар дефор фест был талантливым почти всемирным знаменитом однажды вечером его ресторане пришел критик однако все пошло наперекосяк чтобы избежать скверного обзора в прессе парано на дальний французский шеф-повар отправь отравил его десерт сожалению он он не очень он 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 Если не будет, то вы будете Abgeordnывать. Время высоты дыхания. Да, а вот я! Парам, пах! Я не буду с тобой, пах! За вас! И на正е! accurate! В смысле, там еще один? Стоп, я получаю... Оу... Я ударил! Рыжай! Ух ты! Смотри, на твоей стороне! Возможно, там еще был один. Легко, почти через страницу. Рыжай! Это проблема! За тобой! Немного! Может, мне поможете? Спасибо. Помоги! Дог! Ты болит! Я знаю, что это было! Правда? Ох ты! 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 Мы толпой атакуем не можем атаковать. Где он? Почему он от меня убегает? Ох ты! 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 Понимаете, я его расстреляю! Ох ты! 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 вот так нечистая пара пара отсюда идти да пипец так нападе уже больше ничего не будет да но по 45000 ни хера себе и и и и и и и и окей так нам нужно сюда выбираться по сути прыжками немного быстрее не понял слава богу все улики ведут сюда вопрос времени ладно похоже что у нас энергия замерла в 13-й этаж тела не тринадцатого же нет ни в одном сарам тэль аргумент мы сплитта дефренс эгон и у на тендер футка до 12 и проверим все что сэр так подожди что-то не засекло это ну почему я не мог туда зайти я вижу там предмет это штанузель синим горит вот оно что часы смерти печально известные швейцарские часы смерти 1921 года выпустили бы выпуска были спонсированы хершели глюке гениальным но без безумным часовым мастером они показывают время смерти любого кто подойдет пройдет мимо если поставить часы на пожарный депо поблизости к паранормальным сущностям их стрелки начнут бесконтрольно крутиться питер от них фанатит ну блин а мы уже купили все улучшения которые были поэтому фиг его ну что теперь тратится что ж посмотрим что нас ждет на двенадцатом этаже поехали питер эгган напомни что ты говорил об пустое мадон о том как появляются призраки да хорошо представь что мандала горская автомобильная линия на остановке приведения ниже пассажиры втягивается в автобус и оказывается в ловушке таким образом их психиатрические энергии концентрируются перенося их в следующий узел или на станцию и так продолжается до тех пор пока они не окажутся в конечном точке но каждый следующий станции управляющий поглощает некоторое количество энергии это делает его охранника узла сильнее в результате чего он может держаться призрака в линии и уничтожать любого кто пришел на станцию чтобы помешать процессу эти узлы или автобусные станции собирают энергию питающегося центрального ядра создая намного большую тоталитический транзисторный режим да представляю вас засасывают в автобус на ловушке и вы это вы уже усовершенствуйте мое оборудование мне нужны дополнительные кота я скажу что после вас дорогаемые ну это было ужасно быть предательно осторожно возможно это точка концентрации вопрос почему она с ножом в начале ходит странный сигнал вроде как есть но его и нет возможно рей прием ты меня слышишь эгон что случилось мы на минуту потеряли с вами связь был близкий контакт информация о пригодениях видимой паучихи вроде как прибавилась он что-то говорит что ее так и не нашли но ее жертвы были подвешены к потолку и закинуты он говорит что жертвы нашли стены были расстреляли кровью мебель в город наполовину похоже на здоровье заработилась над не хотела бы мне веситься на потолке мне бы не хотелось стать частью актом одолизма видеть жертвы думаю нам всем этого не хватает так можешь пожалуйста далеко не уходить не останавливайся так ты взял побежал я шу виноват мебель отвечают о 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 Может и ты останавливаешься? Туалет с призраком. Величайшему трону в качестве злой шутки. Высокомерный помощник и дворцовский стал его первой жертвой. Когда попытка воспользоваться вещью еще до Эдуарда, он попал в настоящий водяной кошмар, а туалет был немедленно удален из королевского дворца и выброшен на свалку. После этого он прошел длинную череду домов и семей, повсюду сеяв ужас и становясь причиной трагедии. Даже в этот день и век сложно представить, что такая прекрасная работа может быть невероятно смертоносной. Туалет-призрак. Удачи, кто хочет посрать. Призрак-утопленник. Черт. Ты готов? Да, возможно, я был бы готов. Но, в принципе, я готов. Красный – это там, где призраки находятся. Погнали. Рэйн, прием. Да, что-то нашли. Какой номер комнаты был у Видимой полки? 12-21. Номер закрыли и открыли лишь пять лет назад, на время реконструкции. Слышишь? Номер 12-21. Я думаю, что... Эй, нам нужно здесь пройти. Ну, пойдем. Так, что, по-моему, где? Ты идешь, потому что я соло не пойду. Ты видел ее, она... Это ползущий паук. Так, слабо место. Бозоны... Дротики. Это наш пушкал-то, последний. Близкие родственники ядовитых ползунов. Ползучие пауки также являются физическим проявлением паразитных духов, хоть и другого порядка. Встречи с этим созданием были отмечены только в призрачном измерении, где они обычно являются предшественником других, более опасных сил. Я понял. Странно. Почему я говорю, странно, потому что здесь, по идее, есть проход, но я не могу через него пройти. Вот, что я делаю. Не, погнали со мной и ты шоу. Председатель присылал мне мелких призраков. Они меня обожают и делают сильнее. Это то, что подвергает существенными металлургами. Призрачный мир, явно окрестно, надвигается на нас. Он даже не использует портал. А это плохо. Плохо это коконы. Боже, мы едва знаем друг друга. Нет. Я... Кто? Что вы? Нет. Помогите. Нет. Прошу. Ничего не говори. Это момент пересечения с призрачным миром. Похоже, точка концентрации здесь. Нам бы не помешала помощь. Рэй, где ты? Рэй, прием. Придется, как это у нас. Придется все делать сайм. Найдем комнату 12-21 и закончим то, что начали. Да, я понимаю, что ты хочешь мне сказать, пойдем туда, но я пойду сюда. Сорян. Буйная борода. Буйная борода. Беласку. Русский демонтолог Владимир Беласку выполняет ритуал экзорцизма в центральной России с 20-х по началу 30-х годов. Он даже не представлял, что один из изгнанных малых демонов сбежал в его бороду. Огромное и буйное гнездо, которое завидовали многие мужчины. После его смерти одержимая борода покинула его лицо. Лицо Беласка. И забралась на борт грузовика в Америку. Борода имеет обыкновение прикрепления к чему-то. А дальше что написано, кто его знает. Подбородками ни о чем не подозревающих жертв и выс... Подожди. После его смерти одержим борода с лица. Борода имеет обыкновение проникновать к подбородкам ни о чем не подозревающих жертв и высмеивать их. Однако редко причиняет реальный вред. Ну ладно. Мы нашли бороду. Призрачную бороду. Так, это кукон с пауками. Нам нужно здесь. Я уже все прокачал, поэтому... Да. О-о-о-о. Рей. Эм, Рей. Ну, идем со мной. Ты че? Я соло не хочу идти. О, пришел сыграть в игру. Я знаю множество игр. 12-20. 12-22. Нет 12-21. Нет уступов. Где она? 12-21. Кому-то здесь. Нет. Помни, если ты что-то не видишь, не знаешь, что этого не существует. Я соглашусь. Ну, блин, я понимаю, что вот это оно и есть, но я специально пойду в обратную сторону, сюда вот. Я уверен, что это здесь, даже если мы не можем увидеть. О-о-о-о, да ладно. Я, кажется, что нашел. Так, вопрос, как мне... И эта пещера видна сразу, куда идти. Походу, я сначала попаду туда. Призрак убежит в ту степь. Ладно, давай. Двери откроем. Никогда не верю в глаза в этом работе. Я уверен, что она здесь. Логично, она была здесь. Похоже, нам сюда. Так, почему ты, дружище, со мной не идешь? Ты мне это лучше скажи, а? Ладно, короче, иди в 40-ой, сам пойду. Мне это не нравится. Иди ко мне, человечешка. Не бойся. Э, только не говорю, что тебя приманили. Ну ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы не одни. Не одни. Да ладно, не врешь. Я думал, мы одни. Стоп, а где выход? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да. Бе-бе-бе-бе-бе. Теперь ты здесь. И кто значит, что ты мой? Ну вот, логично, что мне лучше идти туда. Ну, мне, получается, идти туда, да, нужно? Или нет? Фиг его, ладно. Тебе не нужно больно? Ты почувствуешь небольшой укус. Ну, я понял, что мне в эту дверь. А, нет. Крыцеры в свящих панталона, да? Ты любишь ровки, их не стесняться. Да я понял, что мне нужно в центр идти. Мне сюда идти надо. Отыщай меня, если сможешь. О, какая красивая. Ведьма-паучиха. Слабое место, протон и луч. Ясно. Безымянная женщина властная так и не удалось установить ее личность. Провела несколько лет в 1900... В чем она провела? В 1920-х годах, проживавшая в отеле Сэндвич. Там, по причинам неизвестного... Неизвестным только ей и ее хозяину, Ива Шандоро, она заманивала людей в свои комнаты, а потом убивала их. Хотя так и не осталось невыяснимым. Убивала ли она их до или после того, как подвешивала к потолку и выпивала всю кровь. В качестве награды, после ее смерти, Шандор использовал свои силы, чтобы поднять ее, превратив ее в ведьму-паучиху. Сейчас она представляет собой ужасную сплав человека и паука. И со своими насекомыми слугами, защищая интересы Шандорога в странном измерении, которое существует непосредственно между нашим и призрачным миром. Я понял. А если дробовик? Ладно, попробуем это. Она, не дай ей набраться сил. Короче, мне нужно быстро на ту сторону. Вон она. О, ни хера себе. О, че? О, че? Ни хера себе. Короче говоря, мне нужно было сразу убегать, когда она яростная. Короче говоря, я понял, что нужно было делать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мана, этого тогда не было. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну где? Она тут была. Куда? От кого? Ага А я бы успел убежать На твоей стороне На твоей стороне Я вверх Я вверх Я вверх Это ладно и вот куда ну я что знаю куда мне бежать а чего куда я понял прядь и дело в том что я не понимаю куда мне вообще бежать где она находится it's growing stronger Найдите паучиху, блядь, легко А Ой, я так и думала Не дай набраться ей сил Все, ладно Поиграйтесь с моими друзьями Мультфильм контакт Мультфильм контакт Смотри, карта Мандала. Рейн, Устон, Эвен, что случилось? Вы целы? Кадета отыскал тринадцатый этаж, мы здесь. Все зачистки истиналы вновь вернулись в преемлемое значение. Этот узел Мандала полностью... Отлично. Куда вы делись? На двенадцатом тоже нет никакого прохода. Все как обычно. Мы возвращаемся через большой зал. Средимся у Эктер-1. Эган, напомни, сколько еще нам придется кататься в Беспрэвидном? Мы ищем конечный узел. Вайкланд, если закроме его, заперчатай Мандал вместе с призраками. Не хочу прерывать веселье, Эган, но я не вижу ничего. Ты точно сказал? Остров Шандора. Прямо здесь. Здесь слишком нестабильно. Мне придется выяснить вас, парни, иначе Эктер-8 пойдет ко дну. Рейн, если хочешь побыстрее оказаться на острове, призрак возними лодку. Почему бы я просто возьму бот? Я... Я думал, что я еду навстречу, а в итоге встретился с недовольным взглядом. Перестаньте. Покажи мне все еще, что кто бы такой ни... Так же радоваться, как он, иди навстречу своей смертью. Ух, ну что, смотрите, в принципе, у нас остался одна печать, то есть у нас остался один босс. И, в принципе, где-то на этом я смогу уже закончить. Ну, Паучиха, мы ничего там больше не упустили. Мы все собрали, что было. Что это за место, Эгген? Члены семейства Шандула владели этим островом столетиями. Замок был построен в 1060-х годах, 19 века, и Вашвардзих пользовался им в качестве убежища лабораторий. Ладно, это все хорошо, но кто может мне объяснить, как целый остров поднялся из воды? Той ночью, когда умер Шандуша, прошла большая волна, полностью поглотившая остров. Шандура посвятил Аггенцеру все строения на острове, поэтому прозрачный мир восстановлен. Город повезло, что он здесь, а не посреди Рокфильдского. Скорее всего, нам повезло, но призраки мир скоро подождет, если у нас, поэтому урон будет немаленький. Хм, еще один неудачный офисный денек. Ладненько, короче, давайте мы с вами на этом закончим. Похоже, нам нужно идти по лестнице, чтобы попасть внутрь. Поэтому все... Здесь огромная дарома. Парни, я не собираюсь лезть в воду в ноябре месяце. И как мы теперь переберемся? Может, тут кран поможет? Ладно, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Если бы я смогу перебросить туда, было бы намного подробнее. Закончим на этом, потому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!